Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья! Я с вами как всегда Дезертир и я как всегда рад приветствовать вас на моем канале. В этот раз мы снова посмотрим классные пасхалки из мира Старкрафт. На этот раз это будет одна большая пасхалка, которая разделена на 9 частей и представляет из себя монологи Феникса или Таландора о его прошлой жизни и приключениях. Все они ссылаются на те или иные фильмы. Думаю, что уже стоит перейти к делу, так что поехали. Первым фильмом станет «Спасти рядового Райана» 1998 года. Однажды я командовал спасательной экспедицией. Нам нужно было спасти одного Зелота, четверо братьев которого уже погибли. Выжили только я и спасенный Зелот. Довольно специфический фильм про лишение героизм солдат во время Второй мировой войны. Семья рядового Райана уже потеряла нескольких детей в этой войне. В живых остался их сын, но он находится глубоко в тылу врага. Капитан Джон Миллер получает приказ найти Райана и доставить его в штаб. Для его спасения потребуется пролить кровь немалого количества людей с обеих сторон. Крепкий орешек 1988 года. Священное празднование по случаю дня рождения Кхаса. Я провел в заточении в башне Конклава, которую захватили террористы из числа темных тамплиеров. Босыми ногами пройдя по осколкам кайдариновых кристаллов, я убил террористов и их вождя их собственными клинками искоревления. Мало кто сейчас не знает, кто такой Джон Макклейн. Крутой детектив, настолько крутой, что чуть ли не пули от него отскакивают. Фильм начинается с того, что наш Джон приезжает к своей жене и попадает на рождественский прием. В это время небоскреб, в котором они находятся, захватывают, и Макклейну приходится спасать свою жену из цепких хлоп-террористов, попутно уничтожая небоскреб. Скала 1996 года. Генерал элитных диверсионных спецсил США, за плечами которого опыт чуть ли не всех войн планеты, похищает со своими лучшими подчиненными ракетой со смертоносным газом и захватывает заложников-туристов в бывшей тюрьме Алькатрас. Ну а наши протагонисты делают все возможное, чтобы спасти всех и не допустить взрыва. Хищник 1987 года. Когда я вел переговоры об освобождении заложников в пограничных мирах, мне встретилась незнакомая форма жизни. Ему удалось разделить мой отряд. Он выслеживал нас, как охотник добычу. Хотя у меня не было оружия, я победил его в рукопашном бою и уцелел, когда он взорвался. Американский вертолет был сбит. Оставшийся в живых экипаж находится в плену. Чтобы их вытащить, в джунгли посылают элитную группу спецназа. Но по ходу операции они встречают нечто, которое начинает охоту на отряд, и им приходится менять свои приоритеты. Миссия обещает быть жаркой. Далее пойдут фильмы, в которых я не совсем уверен, так как они были не такими запоминающимися, и сюжет не совсем совпадает с высказываниями Феникса. Но при этом они тоже достойны внимания. Первым из таких фильмов станет «В осаде» 1992 года. Банда террористов захватывает линкор с целью похищения ракет с ядерной боеголовкой, а отстраненный бывший боец спецназа Кейси Рейбек, которого играет Стивен Сигал, начинает им противостоять и в конечном итоге обезвреживает всех негодяев. Звездный десант 1997 года. На границе Антики потерпел крушение разведчик. Я собрал 20 воинов, и мы перебили тысячи зерков, чтобы спасти пилота. Солдаты элитного подразделения Джонни Рико и пилот Кармен в составе звездного десанта землян на космическом военном корабле Тикандерога отправляются в зловещие глубины космоса, чтобы в последней решающей схватке решить судьбу землян. Главным врагом выступают жуки, а не же арахниды, бесчисленное множество которых и ожидает наших героев. Цена страха 2002 года. В центре нового Антиоха сработало ядерное устройство. Вместе с рабочим Кхалаем мы прорвались по подземному железнодорожному пути к цели и уничтожили брата военачальника, которого я убил в той самой башне за три года до этого. Тя суть фильма сводится к тому, что США обвиняют Россию и нового президента в желании завязать войну. Но доблестный аналитик Джек Райан, который даже не является агентом ЦРУ, может доказать, что русские в развязанном конфликте не виноваты. Но, естественно, его никто не хочет слушать, так что ему придется попотеть, дабы не началась Третья Мировая. Далее у меня осталось еще две отсылки, и вот тут-то я уже, в общем-то, без понятия, каким фильмом они отсылают. Здесь чем у меня будет к вам большая просьба. Если вы знаете эти фильмы или я ошибся где-то в прошлых отсылках, напишите мне в комментариях, о каких именно произведениях идет речь, после чего я добавлю эти фильмы в видео. Во время вмешательства в конфликт, к Халате, нам пришлось нелегко. Дома великих воинов, сражавшихся за Айур, ждали лишь злоба и ярость. Судья Алдеры приказал мне убираться прочь, и моим собратьям-тамплиерам было приказано стрелять в меня. Я всего лишь спасал свою жизнь. Меня захватил отряд наемников, уничтоживших мой легион. Они пытались устроить переворот и потребовали, чтобы я устранил Алдариса. Освободившись, я уничтожил их всех, одного за другим. Отличный способ выпустить пар. На этом на сегодня все. Рад был вам поведать все интересные новости. Надеюсь, вместе мы сможем раскрыть еще больше игровых тайн. Желаю всем удачи и приятных игр вам, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова